Проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 149. Можно ли ученику бросать начатое учение из-за лени, из-за того, что отстал и стыдно? Как выйти из этого положения? Ответ Игнатия Лапкина. Против лени – лекарство у родителей. Не очень приятное для ученика, но пока другого не получено. Пусть познакомится с методом Соломона. Рассказать, кто он такой ленивец и как с ними нужно обходиться. Притчи, 6 глава, 6-9-11 стихии. Пойди к муравью, ленивец. Посмотри на действия его и будь мудрым. Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего. И придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Если же будешь неленив, то, как источник, придет жатва твоя. Скудость же далеко убежит от тебя. Притчи, 10 глава, 4-26. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Сирах, 33 глава, 25 стих. Корм, палка и бремя для осла, хлеб, наказание и дело для раба. Притчи, 10-13, 13-25, 22-15, 23-13, 14, 29-15. В устах разумного находится мудрость и на теле глупого разга. Кто жалеет разги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная разга удалит ее от него. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его разгою, он не умрет. Ты накажешь его разгою и спасешь душу его от преисподней. Разга и обличение дают мудрость, Но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд матери своей. Ленивцы бывают скудны, а трудолюбивые приобретают богатство. Притчи 12, 24, 27, 13, 4, 15, 19, 18, 8. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет подданию. Ленивые не жарят свои дичи, а имущество человека прилежного многоценно. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий. Ленивого не излагает страх, а души женоподобные будут голодать. Притчи 19, 24, 24, 21, 25, 22, 13, 24, 30. Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Ленивец зимой не пашет, поищет летом и нет ничего. Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Ленивец говорит, лев на улице, посреди площади убьют меня. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скуда умного. Притчи 26, 13, 26, 14, 15, 16. Ленивец говорит, лев на дороге, лев на площадях. Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Обязательно прочтите с ленивым все определения его, как Бог рассматривает положение ныне и на суде Божьем. Матфея 25, 26. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Сирах, 4 глава, 33 стих. Не будь скор языком твоим, и ленив, и не родив в делах твоих. Сирах, 22, 1, 22. Грязному камню подобен ленивый, Всякий освищит бесславие его. Воловьему помету подобен ленивый, Всякий, поднявший его, отряхнет руку. В Сирах, 37, 12, 13. Не говори с немилосердным о благотворительности, С ленивым о всяком деле, С годовым наемником об окончании работы, С ленивым рабом о большой работе. Не давай ему есть, Чаще указывай на эти стихи и применяй средства пониже спины. Там растут его уши, по-ушинскому, Которого нарицает отцом русской педагогики. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть, это оживление этих вопросов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok